Девушки отдыхают Будущее, которое сегодня, впервые за многие годы, определяется в момент напряженного и хрупкого спокойствия, в отличие от бурных периодов на пике кризиса в прошлом. В том, что касается вопросов экономики, Европа может передохнуть. ВВП растет самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, уровень безработицы стабильно падает, инвестиционный климат, можно сказать, что он динамичный. Но это восстановление подвержено рискам, звучат предупреждения, и ряд стрессовых ситуаций может повернуть процесс восстановления вспять. И с нами сегодня Матеуш Моровинский, новый премьер-министр Польши, Урсула фон дер Лиан, федеральный министр обороны Германии, Бруно Лемер, министр экономики и финансов Франции. Мы будем говорить о популизме, о нарастающем движении сепаратизма. У нас очень много вопросов, думаю, что мы даже не сможем охватить все вопросы сегодня. И сегодня мы видим, как Европу, можно сказать, раздирают на части. Итак, наши гости. Матеуш Моровецкий, премьер-министр Польши. Бруно Лемер, министр экономики и финансов Франции. Урсула фон дер Ляйн, министр обороны Германии, член партии «Ангелы Меркель» и «Христианский демократический союз». Анхель Гурия, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития. И Морис Леви, председатель наблюдательного совета французской медиагруппы «Публисист Групп». Спасибо вам большое, что вы пришли. Что же нас ждет в 2018 году? Матеуш, я бы хотела начать с вопроса, адресованного вам. В целом мы видим, как Европа движется по пути интеграции. Но кажется, что Польше это не очень нравится. Я бы скорее предложил посмотреть на эту проблему под другим углом и поговорить о рынках, в частности, о едином европейском рынке. Именно экономические факторы и единый рынок в Европе – это один из движущих векторов Единой Европы. Без свободы предоставления услуг ситуацию в Европе, на европейском рынке, можно было бы сравнить с столом, у которого есть только три ножки. Четвертый, самый главный ножки, необходимый для стабильности, не хватает. Свобода предоставления услуг – это один из самых главных, пожалуй, факторов конкурентоспособности Европы. Также я бы хотел напомнить, что иногда мы забываем о малом и среднем бизнесе, который вносит весомый вклад в формирование ВВП государств, стран-участниц ЕС. Также я бы хотел отметить, что банки должны предоставлять больше инвестиций для малого и среднего бизнеса. И я бы хотел остановиться на позитивной стороне этого вопроса, о том, что достигнуто и на том, что работает. Польша готова участвовать во всех усилиях, общеевропейских усилиях. Но можно ли сказать, что экономическая интеграция невозможна без политической? Какую позицию в этом вопросе занимает Польша? Я бы хотел напомнить, что в 90-е годы, и по сравнению с сегодняшней ситуацией, ситуация была разительно другая. За все эти годы нам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выработать совершенно иную экономическую модель в Польше, независимую модель. И по прошествии этих лет, уже обладая довольно стабильной экономикой, мы можем сказать, что наш УВП быстро растет. И, конечно, интеграция, мы готовы в ней участвовать. Но не стоит забывать об истории наших отношений, о том, какой была Польша раньше и какой она является сегодня. Это обязательно надо учитывать, когда мы говорим о вопросах интеграции в ЕС. Бруно Лемер, разделяете ли вы оптимизм премьер-министра Польши? Да, конечно. Я вообще считаю, что 2018 год – это будет годом Европы. Наш главный вызов – это усилить позиции Европы. Перед нами стоит Китай. Другие союзники, партнеры. Но также конкуренты Европы. И именно поэтому нам нужно прилагать усилия для укрепления Единой Европы, Объединенной Европы. Это касается как экономики, так и вопросов обороны. Европейский союз – это союз с единой банковской системой. И, конечно, я согласен с тем, что говорит господин Моровецкий, о том, что надо уделять внимание малому и среднему бизнесу. И в целом давать европейскому бизнесу больше возможности вести экспорт за пределы ЕС. И позиция французского правительства заключается в том, чтобы двигаться как можно быстрее в этом направлении. Как вы считаете, Франция… Можно ли сказать, что Франция сейчас находится на шаг вперед остальных стран ЕС? Ну, разные были периоды. Раньше была Германия, сегодня Франция. Потом менялись ролями. Но я хочу сказать, что мы всегда руководствовались интересами всей Европы и всех европейских государств. И правительство Франции всегда будет работать с правительством Германии, вне зависимости от того, кто придет в власть в Германию. Урсула фон дер Ляйн. Как вам кажется, Германия все еще лидер, европейский лидер, или же ей нужно отступить на шаг назад? Я думаю, что сегодня самое главное – задать направление, как в этих современных машинах, которые строят сегодня. И, как уже говорил господин Глемер, есть вопросы, которые действительно заботят европейцев, такие как рабочие места. И также вопросы безопасности. И я могу сказать, что впервые мы смогли объединить наши усилия. Потому что раньше мы не могли действовать, даже если были какие-то вещи, которые нужно было делать. Но мы смогли объединиться для того, чтобы добиться каких-то целей и дать ответ нашим гражданам на те вопросы, которые их беспокоят. И, конечно же, существуют вопросы ситуации в регионе. В ситуации в странах, находящихся непосредственно в близости к нам, в вопросах, связанных с безопасностью. И мы смогли в тесном сотрудничестве разработать определенные планы, согласно которым мы действовали. Сейчас я хочу задать вопрос о армии ЕС. В каком состоянии находится этот проект? Я считаю, что в случае кризиса Европа должна иметь возможность ответить. И в Европе во всем, что связано с обороной, сейчас есть сценарий, он довольно фрагментированный, для каждой страны отдельный. И наступило время для того, чтобы заняться этим вопросом, объединиться в каком-то смысле. Я считаю, что такая фрагментарность никогда не может быть хорошей вещью, нужно консолидироваться. И такая консолидация также даст нам новые экономические возможности. И это очень важный вопрос. Сейчас вопрос Ангелу Гурия. Как вы думаете, план Франции и Германии по реформированию еврозоны окажется ли он успешным? Ну, я вам скажу, если вы поедете по Европе, приедете в любую страну. Ну, скажем, приедете в какой-нибудь известный туристический город, приедете, увидите, там есть пыль, там есть грязь. А через несколько лет вернетесь обратно, и увидите, что все поменялось, что все стало совсем иным. Поменялось в лучшую сторону. И именно это сейчас происходит с Европой. Европа прилагает усилия для того, чтобы улучшить свой облик, улучшить инвестиционный облик финансовый, улучшить экономические показатели. Мы наблюдаем, мы переживаем постоянную реконструкцию, если хотите, Европы. Однако в этом процессе есть иной аспект, когда вы достигнете определенных целей, вы понимаете, что вам уже необходимо двигаться дальше, поскольку ситуация поменялась. Для меня 2018 год – это год, с которым я связываю много надежд на формирование и укрепление, скорее, единого рынка, единой банковской системы. Речь идет не только о банковской интеграции, но, например, об интеграции электрораспределительных сетей. И всячески раз, когда мы затрагиваем эти дискуссии в ОСР, всячески раз всплывает слово «интеграция». Нам необходимо, Европе необходимо углубление интеграции, интеграционных процессов. И потребуется усилие от всех стран. Да, конечно, есть страны, которые с более слабой экономикой, Греция, Италия. Но есть и лидеры в Евросоюзе, и они должны взять на себя, со всей ответственностью, эту роль локомотива в ЕС. И еще я бы хотел сказать, что необходимо предъявиться всесторонности. Потому что Европа сама по себе многогранно-многосторонна, и мы должны придерживаться этого принципа в Европе. И тогда Европа будет успешной. Позвольте мне говорить с точки зрения бизнесмена, говорит Морис Леви. Я бы предложил немножко сделать как бы шаг назад и взглянуть на то, какой была Европа раньше. Раньше все говорили, что Европа расширяется, но как бы бездумно. И все это порождает кризис. И вот был кризис, финансовый кризис, который сказался на Европе. Оказалось, что этот мировой финансовый кризис перерос в кризис в еврозоне. И вот сегодня мы переживаем процесс, когда запущен механизм Брексита, который окажет просто катастрофическое воздействие на имидж объединенной Европы. Я хочу сказать, что даже высокие гости, которые сидят сегодня за этим круглым столом, не могли даже предвидеть, с какой скоростью будут развиваться события. А вот вернемся, например, к вопросу, кто сегодня лидер в Европе, Германия или Франция. Раньше, несколько лет назад, даже несколько месяцев назад, было сильное убеждение, что именно Германия является движущей силой в этом локомотиве под названием Европа. Но я бы хотел сказать, что Европа сильна только когда она едина и сильна во всем своем многообразии. И единый европейский рынок, именно единый, представляет множество возможностей для развития экономического развития, бизнес-развития. Ну вот мы видим, что на фоне всего этого, все-таки набирает силу популистские партии, которые пользуются брешами, которые пользуются теми проблемами и кризисами, которые переживала Европа раньше. И тем не менее, несмотря ни на что, европейская молодежь, я сегодня это вижу, предлагает много усилий, выступает с многочисленными проектами. Это очень креативная сила. Это люди, которые... Европейская молодежь, это люди, которые готовы брать риск на себя, это люди, у которых много надежд, у которых много амбиций. И опираясь на эту силу, я уверен, что мы сможем построить лучшую Европу. Давайте поговорим об этих важных вопросах. Но мы не можем игнорировать тот факт, что в Европе сегодня наблюдается политическая разделенность. Например, мы можем поговорить о том, что происходит в Польше с ее реформой правосудия. Ну что ж, по поводу Польши я предоставлю слово, предоставлю возможность ответить моему коллеге из Польши, премьер-министре Польши. Но со своей стороны, со стороны Франции, французского правительства, я бы хотел сказать, что у нас есть единые правила, единые принципы, от которых мы не намерены отступаться. И я очень надеюсь, что нам придется, что мы сможем прийти к согласию, к договоренностям с правительством Польши. Недавние выборы в Европе, в европейских странах, показали, выявили угрозу, которую несут популистские партии. Вот смотрите, во Франции Марин Ле Пен вышла во второй тур, в Германии популисты показали очень серьезный результат. Ну а в Германии популисты даже смогли добиться победы на референдуме по Брекситу. И в этой связи я бы хотел сказать, что настало время действовать нам, сторонникам, объединенной, сильной, единой Европы. Здесь не только вопросы экономики, здесь вопросы безопасности, конечно, здесь также вопросы образования. Конечно, мы понимаем, что границы, границы государств, границы, европейские границы, их необходимо защищать. Но если мы докажем, что в Европе есть единая движущая сила, которая будет действовать в интересах каждого европейского гражданина, тогда мы будем успешны на этом пути. Да, вопрос премьер-министру Польши. Можно ли сказать, что для Польши в этом плане наступил решающий момент? Ведь Брюссель начал процедуру в соответствии со статьей 7. Я бы со своей стороны хотел сказать, что я полностью разделяю точку зрения Брюно Лемера, французского министра финансовой экономики. А что же касается непосредственно судебной системы в Польше, то та реформа, которая была инициирована, она направлена на то, чтобы сделать эту систему более прозрачной, транспарентной и более справедливой. Вообще, после поднятия Советского Союза у нас было немало проблем судебной системы в Польше. Потому что те судьи, которые были в Польше до этого, конечно, они продолжили работать и в 90-х годах. И нам необходимо было бы сломать эту систему и найти более адекватный путь и объяснить нашим партнерам в Брюсселе, как мы планируем провести это. Вообще, в нашей судебной реформе, в нашей стране, в Польше, мы опирались на опыт других европейских государств, в случае Западной Европы. Например, Германия. То есть, конечно, нельзя сказать, что он полностью независимый орган, на мой взгляд. Но в целом, я бы хотел сказать, что в посткоммунистической Польше нам было просто необходимо создать, оздоровить нашу судебную систему. Я хочу уточнить, то есть, вы действительно продолжите реформу? Да-да, конечно. Мы продолжим идти по этому пути. Может быть, Польшу не так поняли? Как вы думаете, Урсула? Ну, вы дважды уже указали на Германию. И я хочу сказать, что у нас есть процесс по назначению судей, как и в любой другой стране. Но они полностью независимы. И я, как член правительства, могу вам сказать, что нам очень часто не нравятся решения, которые выносит суд. И да, по этому вопросу у нас есть проблемы с Польшей. Мы все члены ЕС. Я хочу напомнить вам, какие усилия приложила Польша для того, чтобы войти в состав ЕС. И хорошая сторона такой многогранности, это то, что все мнения можно выслушать и обо всем можно поговорить. Но нас объединяет наша общая цель, наша объединенная Европа. И мы провели очень много прений по поводу того, как все правильно сделать. И действительно, реформы нужно проводить, чтобы повышать свою конкурентную способность, чтобы стать сильной страной в экономическом плане, на мировой арене также. Но то, что важно в Европе, это мы держимся вместе. Это нас объединяет. И этот процесс, переговорный процесс, это очень важная часть общей картины. Сейчас мы обратимся к Анхеле Гуриа. Что вы думаете, как такая политическая раздробленность влияет на экономику? Это именно та проблема, с которой все остальные проблемы начинаются. Вот, посмотрите, если мы говорим о фрагментации, об экономической фрагментации, то она неизменно приведет к социальной фрагментации. Потом последуют политические последствия, это окажет политическое влияние и последствия будут в сфере экономики, в других сферах. Что касается Германии, то в сентябре прошли там выборы и результаты по формированию правительства немножко занимают больше времени, и занимают больше времени, чем ожидалось. И тем не менее, несмотря на все трудности, нам необходимо придерживаться общего единого курса, потому что, если каждый будет принимать решение в своей стороне, тогда эта фрагментированность приведет к общему политическому параличу на уровне ЕС. Потому что перед лицом глобализации нам необходимо предпринимать смелые шаги и смелые меры. Оставайтесь с нами, у нас возникла небольшая техническая проблема в прямом эфире. в прямом эфире. Напоминаю вам, пока мы пытаемся решить техническую проблему, которая возникла с сигналом из студии, что сейчас мы проводим беседу на полях Всемирного экономического форума в Давосе, и в этой встрече принимают участие премьер-министр Польши, министр экономики и финансов Франции, министр обороны Германии, представитель одной из крупнейших медиагрупп Франции, также генсек организации экономического сотрудничества и развития. Одним из главных вопросов дискуссии стали вопросы экономической и политической интеграции в ЕС. и что несет для Европы год 2018, наступивший год, как отмечают. И вот мы снова в эфире, и мы продолжаем трансляцию из Давоса. Слово взял Морис Ливей, который объясняет свою точку зрения по поводу будущего Европы. что касается трудоустройства, то мы, естественно, должны повышать показатели трудоустройства в Европе для того, чтобы дать возможность людям работать, и это просто позволит нам развивать наш Евросоюз. И всякие отговорки некоторых недальновидных и недобросовестных политиков, которые говорят, ну, я не могу сегодня этим заниматься, потому что мне Брюссель мешает, мне мешает Еврокомиссия. Но вместо этого, вместо того, чтобы находить отговорки, политикам следовало бы все-таки прислушиваться к бизнесу и прилагать больше усилий для того, чтобы вместе с Брюсселем искать пути и сложившиеся ситуации и задавать вопрос, что Европа несет нам и что я, мое государство несут для Европы. Хорошим примером того, что принесла Объединенная Европа для стран-участниц является, например, система обмена студентами Erasmus. И сегодня, несмотря ни на что, мне кажется, люди, европейские граждане, граждане европейских государств верят в светлое будущее Европы и они готовы идти вместе и способствовать построению, строительству более стабильных институтов в ЕС. Брюно Лемер шутит, что с таким энтузиазмом Морис Левин мог бы быть председателем Европейской комиссии, поскольку он говорит, что я обожаю Европу. А сейчас я хочу спросить мнение нашего эксперта из Принстонского университета Яна Вернера Мюллера. Как Европа выглядит со стороны? Ну что ж, с моей стороны, было бы, конечно, очень невежливо выступить с ложкой дегтя во всем этом оптимизме, оптимистических мнениях и высказываниях, которые мы услышали, но я именно этим собираюсь сейчас заняться. С политической точки зрения Европа находится в глубоком кризисе. И многие страны сегодня демонстративно отказываются следовать единым европейским ценностям и принципам. Вот одна из этих стран, например, Венгрия, где правительство Виктора Орбана попирает базовые принципы ЕС. В прошлом году была проведена образовательная система в стране и была проведена реформа образовательной системы. Было запрещено иностранным университетам, были ограничены их возможности и права по деятельности в Венгрии, одни из этих институтов, чьи права были затронуты, стал институт Сороса. И, конечно, мне кажется, что на ситуацию в Европе надо смотреть целиком. И именно со стороны мы видим больше и больше недостатков, потому что, когда мы находимся непосредственно в Европейском Союзе, хочется сказать, ну вот, посмотрите, лишь одна из стран не желает идти по общему пути. Но если политическая система будет подорвана, то Европа будет чувствовать себя очень плохо. Сейчас я хочу продолжить нашу беседу и коснуться вопросов миграции. Урсула, ваша страна пересмотрела число беженцев, которых она готова принять. Как вы думаете, было ли ошибкой несколько лет назад принять в Германию так много беженцев? Давайте будем откровенными друг с другом. Мы смогли создать зону Шенгена. но если мы это сделали, мы должны были также создать систему, защищающую наши границы, чтобы знать, кто именно приезжает к нам. И должна быть система, которая должна была определить, кто же из этих людей действительно беженец в рамках Женевской конвенции, либо трудовой мигрант. И нужно было думать раньше, конечно, об этом. Какую цену мы заплатим за это открытое пространство и как его защищать. Ну, а сейчас мы занимаемся тем, что стараемся починить но хочу вам напомнить две основных ценности Европы. Это верховенство закона и защита прав человека. И мы должны найти баланс между этими двумя ценностями. И я хочу сказать, что за последние два года мы действительно продвинулись вперед в этих вопросах. Да, мы действительно должны установить какие-то правила, но мы должны также работать и с нашими соседями, в частности, в африканских странах, чтобы решать проблемы с правами человека. Мы, конечно же, будем принимать беженцев, которые имеют на это право, но мы против контрабандистов, людей, которые зарабатывают на этом деньги. Должна быть законная система по переправке беженцев. Матвейстер, я должна спросить об этом же, потому что Польша неоднократно высказывала свою позицию по этому вопросу. что нужно сделать, чтобы Польша начала принимать беженцев? Я бы хотел пояснить, мы не отказались от приема беженцев, мы просто отказались от системы квот, которая была предложена еврокомиссией. Мы принимаем беженцев и с Украины, и с Киргизии, и с Чечни. Мы просто хотим указать, что в той системе, которая была предложена, в системе код, есть определенные лакуны. Измените ли вашу политику в вопросах миграции? Больше готовы участвовать во всех финансовых инициативах, с которыми выступает Брюссель. Я бы хотел всех гостей сегодняшнего круглого стола приехать в Польшу в Польшу. И увидите своими глазами те реформы, которые мы предпринимаем, которые сегодня ведутся в Польше, чтобы не быть с позволения сказать голословными в осуждении нашей политики. мы двигаемся в направлении более правового государства в Польше. и не подписаны и не подписаны, и не подписаны. Конечно, чтобы увеличить качество, вы бы хотели иметь первое. И это мы делаем. Вы бы любите контроль с этим очень близким группой людей через дисциплинарную чамбер или так далее? Или бы не хотели иметь ничего подобного? Я просто даю вам несколько примеров, но я абсолютно приглашаю вас посмотреть. Я всех вас абсолютно приглашаю посетить Польшу и своими глазами обидеться. Какая ситуация в нашей стране? Я бы хотел сказать, что если неправильный посыл, то и заключение будет неправильное. Вот тот факт, что мы сегодня с вами сидим за круглым столом и можем свободно обсуждать все эти вопросы, это и есть смысл Объединенной Европы. Открытый диалог между различными сторонами, которые, возможно, придерживаются различных позиций, но тем не менее никто не уходит из-за стола, все дискутируют и все это говорит о том, что наши ценности, они очень важны, европейские ценности. Здесь дело даже не в том, какие отдельные пункты и положения Конституции следует рассматривать. тут смысл во всех этих реформах. Итак, мы поговорили о некоторых вопросах, сейчас, я думаю, настало время спросить зрителей в нашей аудитории. У кого есть вопрос, поднимите руку. Я из Нидерландов, хотел бы вас поблагодарить за предоставленный возможность задать вопрос. Как мне кажется, граждане Нидерландов чувствуют себя немножко отстраненными от политической жизни в Европе? Как вы на это считаете? Как вы на это смотрите? Грюно-Лемер объясняет, когда Франция и Германия могут договориться и находят общий язык между собой, то все почему-то сразу пугаются, что это будет очень сильный доминирующий союз. Но аналогичное чувство испуга у европейских граждан вызывает и тот факт, и та возможность, если Франция и Германия не смогут договориться. но в любом случае, все, что мы делаем в Франции вместе с Германией, конечно, это делается в интересах и остальных стран Евросоюза, в том числе и Нидерландов. между странами нашими и вашей страной столько различий, различная история, культура, и тем не менее, когда мы можем найти общую платформу для диалога, это позитивный знак, знак того, что мы действуем в интересах всей Европы. Хочу добавить. Я хочу напомнить вам, что между Германией и Нидерландами существует очень высокий уровень доверия вы только взгляните на наше сотрудничество в обороне, например. Мы вместе проводим какие-то военные миссии, мы вместе сотрудничаем с нашими прибалтийскими соседями, работаем в европейской безопасности и мы должны улучшить наши европейские унии и я думаю, что работа в этих направлениях также усилит и наш союз в общем. напомню, что в 2008 году во время экономического кризиса бывший президент Франции Николай Саркази Ангела Меркель канцеля ФРГ жаловалась, что не так быстро действовала. А в ответ Ангела Меркель отвечала, что я не настолько имею полномочия, как ты, Николя. Есть ли еще вопросы? У кого-то есть еще вопросы? Господин Лемер, я хочу ни для кого не секрет, что вы являетесь одним из инициаторов и авторов той программы, которую господин Макрос сегодня принимает во Франции. Макрос 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 Отвечает о том, что нет периферии, нет и центра в Европе. Никто не имеет права вставать на пути государства, европейские государства, которые стремятся идти по пути интеграции в ЕС. Я хочу еще один вопрос из аудитории, она может быть кому-то из наших спикеров. И скажите, пожалуйста, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Сабина Винерс. Я знаю, что очень многие люди стремятся найти более лучшую жизнь в Европе. И к нам приезжают люди других культур. Вы знаете, по улицам городов ходят группы мужчин, они всегда вместе. И наша жизнь, она из-за этого тоже меняется, из-за того, что они приехали. Вы что вообще об этом думаете? Что вы думаете об этой разнице культур? У меня пять дочерей. Я вас понимаю. Я понимаю ваши страхи. Я думаю, что никто не рождается преступником. Но вы, конечно, этого не говорили, и это не зависит от национальности. Ну, вы знаете, к нам приезжают люди уже на протяжении десятилетий. И были более сложные времена. Самый важный момент, как мы будем работать с этой интеграцией этих людей. Каким образом мы предоставим доступ к изучению языка, возможно, к рынку труда впоследствии. Мы должны установить очень четкие правила. И если они не будут следовать этим правилам, они должны будут уехать. Мы не должны руководствоваться предрассудками в этих вопросах. Мы должны рассматривать инструменты, с помощью которых мы можем добиться этой интеграции. Я даю каждому из наших спикеров по 30 секунд, с тем, чтобы завершить нашу беседу. И хочу попросить, чтобы вы дали совет. Совет Европе. Ваш личный совет Европе. Ангел Гурия. Ангел Гурия. 50 лет назад я работал на Федеральную комиссию по электричеству. Я уже тогда предвидел же те усилия, которые нам предстоит еще сделать для построения единой, объединенной Европы, процветающей. На протяжении многих лет я следил за эволюцией Европы. Я хочу сказать, что нет какой-то конечной цели. Мы всегда должны двигаться вперед. Мы должны продолжать интеграционный процесс. Мы должны продолжать процесс реформирования внутри ЕС. Мы должны продолжать интеграционные задачи, но также получать рекомендации. Мури Слеви. Мури Слеви. Национальное правительство стран ЕС. Они прекрасно понимают, что они должны заботиться о своем населении. И здесь я хочу сказать, что общеевропейские институты должны заботиться обо всех европейцах, без различия между различными народами, греками, немцами, французами. Все мы европейцы. Если бы я мог дать какой-то совет, то я бы сказал так, что все европейские народы должны участвовать в европейской жизни, в жизни Европы. А что вы можете посоветовать Брюно-Люмер? Моя политическая роль не в том, чтобы давать советы, а в том, чтобы находить решение. И мне кажется, что именно решительность должна сопутствовать нам. Мы должны находить решение совместно. Вот мы говорили о росте популизма в Европе, но мы не должны забывать, что привело к росту популизма в ЕС. Речь идет о росте неравноправия. И в Давосе уже говорилось о том, что по состоянию на настоящее время лишь 1% населения удерживает абсолютное большинство богатств на этой планете. И я бы хотел еще обратить внимание на тот аспект, что мы должны бороться с офшорными зонами для того, чтобы сделать распределение бюджетных денег более справедливым. Если не совет, то какое решение, Урсула? Мы должны все время стремиться объяснять людям нашу позицию, чтобы они поняли нас. Но мы должны сейчас остановить нашу беседу. Спасибо вам огромное, что вы собрались сегодня здесь вместе с нами. Спасибо.